Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю, товарищи радиослушатели. На связи Минское городское управление МЧС. В эфире Минск чрезвычайный. В студии Виталий Димбовский мы начинаем. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. По традиции цифры статистики. С начала года только в столице на пожары МЧС спасатели совершили более 1400 выездов. На пожарах погибло 4 человека. 30 человек пострадало. Из них один ребенок. 35 человек удалось спасти силами МЧС. 110 человек пришлось эвакуировать из опасной зоны. Далее подробно о происшествиях ушедшей недели. Минск чрезвычайный. Начну свой рассказ с курьезного случая. В понедельник в одной из многоэтажек причиной пожара в квартире стал самогонный аппарат. На улице Чайлыдка хозяин квартиры использовал газовую плиту совсем не для приготовления пищи. Когда спасатели приехали на место ЧП, стало понятно, что в результате кустарного приготовления спиртного в доме мог прогреметь взрыв. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Но зато тайное хобби хозяина домовладения теперь перестало быть секретом. В этот же день вечером на улице Волгоградской пришлось спасать усатого пострадавшего. Между металлических прутьев вентиляционного окна в подвале многоэтажки застрял кот. Животное почти пробралось через лаз, но застряло задней, видимо, самой упитанной частью. Спасатели подарили пушистому свободу, раздвинув прутья при помощи лома хулиган. А поздно вечером в понедельник в партизанском районе столицы произошел пожар в неэксплуатируемом здании. В дом, находившийся на реконструкции по первому переулку Менделеева, пожарные прибыли и обнаружили, что у кирпичного здания загорелась деревянная обрешетка. Пожар был благополучно потушен. Предполагаемая причина возгорания – поджог. Стоит отметить, что доступ в здание был ограничен. Минск чрезвычайный. Вторник прошел спокойно, а вот в среду вечером на территории гаражного кооператива по улице Вилковщина в результате неосторожного обращения с огнем, неустановленным лицом, произошло загорание отделки и имущества внутри двух металлических гаражей. Прибывшие спасатели оперативно ликвидировали загорание, а буквально через 10 минут помощь спасателей потребовалась в другом конце города. На улице Каменогорской произошел пожар на балконе квартиры, расположенной на 19 этаже. Загорелось имущество, находившееся на балконе. Спасатели благополучно ликвидировали пожар, к счастью, никто не пострадал. Причину возгорания сейчас устанавливают специалисты. Четверг выдался для бойцов МЧС очень насыщенным. Ранним утром отделения спасателей отправились на улицу машинистов, где в результате короткого замыкания электропроводки загорелось здание канализационной насосной станции. Пожар повредил имущество, раму и кровлю здания. Совсем недобрым утро четверга стало и для одного из жильцов столицы, хотя случай сам по себе вполне курьезный. В многоквартирном жилом доме по улице Кольцова мужчина застрял в шахте мусоропровода и не смог выбраться оттуда самостоятельно. Спасатели прибыли на помощь сразу после звонка жильцов дома. Из загрузочного клапана мусоропровода, расположенного на третьем этаже, было видно лишь голову пострадавшего. На освобождение горе-экстремала у спасателей ушло около получаса. После второго рождения мужчине понадобилась медицинская помощь. С черепно-мозговой травмой его доставили в больницу. Как он попал в плен мусоропровода многоэтажки, пока неизвестно. Минск чрезвычайный. Вечером этого же дня спасатели отлавливали змею в подъезде дома и выручали котенка, застрявшего в отверстии фундамента. Сообщение о присмыкающемся поступило на 101 поздно вечером от жильцов дома номер 7 на улице Романовская-Слобода. Впоследствии оказалось, что это был всего лишь уш. Как он очутился в подъезде, осталось загадкой. Спасатели изловили его и благополучно отпустили в лесопарковую зону. В естественную среду обитания. Ну а позже спасатели пришли на помощь котенку, застрявшему в отверстии фундамента дома по улице Сурганово. Ювелирно расколов бетон, они освободили пушистого пленника. Пятница и суббота были относительно спокойными, без серьезных по своим последствиям происшествий. Но десяток случаев возгорания пищи на плите и мусора говорят о том, что потенциально серьезные пожары в этот день могли иметь место. А вот в воскресенье, как предполагается в результате короткого замыкания на территории зоны таможенного контроля национального аэропорта, загорелся и был поврежден салон грузового автомобиля «ДАФ». К счастью, кроме салона автомобиля никто не пострадал. Неприятным этот день стал и для владельца автомобиля «Фольксваген Пассад» 1990 года выпуска. Хозяин припарковал свое авто вечером на улице Кирова, и в результате загорания в моторном отсеке повреждена вся передняя часть салона, ну и сам моторный отсек. Воскресным вечером в МЧС от жильцов поступило сообщение о застрявшем на улице Козыревской ребенке. Прибывшие к месту ЧС спасатели установили, что на высоте приблизительно двух метров от земли, держась за крышу, висит десятилетний мальчик, нога которого застряла между бетонной защитой вентиляции и стеной здания трансформаторной подстанции. После спасения и осмотра врачами мальчик был передан родителям. Завершу свой рассказ очередным случаем спасения котенка. На 101 в воскресенье вечером от прохожих поступило сообщение, что в мачте освещения на улице Раковской находится котенок. С их слов стало ясно, что животное находится глубоко и обессилело от попыток выбраться самостоятельно. Извлечь его без специнструмента не представлялось возможным. Подручными средствами спасателям удалось помочь животному, и котенок был благополучно спасен. В конце хотелось бы вернуться к теме некоторых происшествий. Буквально вчера случай с освобождением ребенка из конструкции трансформаторной подстанции повторился. На сей раз в микрорайоне Шабаны. Минск чрезвычайный. Заканчивается учебный год. Через несколько дней в школах столицы прозвенят последние звонки, а дальше каникулы, лето. Дети все больше становятся предоставлены сами себе. И, как видим, выбирая неправильное место для игр, неправильно организовывая свой досуг, ребята попадают в неприятные ситуации. В связи с этим, с целью привлечения внимания к проблеме детского травматизма, шалости с огнем и гибели детей на пожарах, а также снижения количества чрезвычайной ситуации с участием детей, в период с 15 мая по 1 июня в Минске проходит профилактическая акция. Заключительный этап акции «Не оставляйте детей» от них пройдет 29 мая в эту пятницу в Минском городском дворце детей и молодежи по Старовилинскому тракту 41. Начало мероприятия в 10.00. Здесь всех пришедших ожидает множество сюрпризов и подарков. Будет и показ техники спасателей, и праздничный концерт, ну и, конечно же, полевая кухня. Мы приглашаем всех желающих посетить это мероприятие. Ну что ж, господа родители, а теперь поговорим о детях. Минск чрезвычайный. За 13 лет службы в МЧС мне часто доводилось видеть действительно страшные последствия чрезвычайных ситуаций. А еще чаще приходилось читать о них в наших ежедневных сводках, смотреть фото и видео с мест происшествий. И приходилось видеть рыдающих родителей, сквозь флипы которых слышались вопросы, адресованные в никуда. За что? А иногда их внутренняя истерика перекидывалась на спасателей, и разъяренный родитель с кулаками бросался на медиков скорой или парней с закопченными лицами, которые принесли из сгоревшей квартиры дурную весть. Ваш ребенок погиб. Очень трагично все это представлять, а еще страшнее видеть такое вживую. И по-человечески жалко родителей, и никто из них не хотел такого. А местные бабушки на таких пожарах обычно, громко охая и причитая, вьются вокруг милиции с просьбами не наказывать батьков, бы их уже бог наказал. Но менталитет наших людей таков, что они не умеют делать выводы из чужих ошибок. И даже увидев, как кто-то наступил на грабли, сами себя убеждают. Ну я уж не наступлю. Со мной такое не случится. Надежда на извечное авось пронесет, заставляет взрослых людей творить ужасные вещи, которые приводят к увечьям, а иногда и к глупой гибели. Но здесь-то человек виноват сам. Печальнее всего, когда из-за таких последствий и действий на авось страдают невинные дети. Я не припомню и года, чтобы на пожаре в Беларуси не сгорел ребенок, чтобы из десяток подростков не получила травмы на стройке, в канавах, перебегая дорогу. Во всех этих происшествиях на 100% виноваты родители. Да, воспитанием детей занимается много учреждений, сады, школы, профильная работа с подростками со стороны МЧС, МВД. И можно сколь угодно проводить эту работу, но пока главные авторитеты в жизни каждого ребенка, его родители, не будут личным примером показывать, как нужно жить, до тех пор вся эта работа будет малоэффективной. И не стоит убеждать себя в том, что ребенку нужно дать возможность набить своих шишек, и тогда он все поймет. Это уже ложный путь. Помните, все без исключения правила безопасности написаны чьей-то кровью. Вы хотите дать своему ребенку возможность их дописать? Некоторые родители действуют по запретительному принципу. Нельзя, потому что я так сказал. Минск чрезвычайный. Да, лет до трех, когда кроме кусь-кусь и бобо малыш мало что понимает, первая задача родителя запретить и уберечь ребенка от опасных факторов. Но когда ребенок начинает с вами разговаривать и задавать осознанные вопросы, то на них нужно отвечать. Помните, запретный плод всегда сладок. Если маленький человек будет знать, что спички брать нельзя и в розетку гвоздь сунуть тоже нельзя, но не будет знать почему, то он обязательно сделает это при первой же возможности. И сделает именно тогда, когда тот, который потому что я так сказал, отвернется или будет отсутствовать дома. И все потому, что опасным фактором в сознании ребенка будет угроза наказания, а не угроза, исходящая из самого опасного действия. Я не раз слышал фразу, что мужчина – это чудом выживший мальчик. Но даже самого активного ребенка можно правильно озадачить, направить его энергию в нужное русло и, конечно, строго контролировать его распорядок. Именно контролировать. Родитель всегда, без малейшего преувеличения, должен знать где, с кем и как проводит свое время ребенок. Вспомним прошлогодний случай на столичной стройке, где группа мальчишек решила порезвиться, прыгая по бетонным шпалам. Одному из них упавшей шпалой сломала обе ноги. Но исход мог быть гораздо хуже. Вопрос к родителям. Как их дети оказались на территории закрытой стройки? Нашумелый случай с погибшей малышкой, выпавшей ночью из окна многоэтажки, когда отсутствовала мать. И уже не важно, первый это был случай оставления ребенка одного или нет. Этого достаточно. Ребенка больше нет. Специально для тех, кто позволяет себе на чуть-чуть отлучиться. Оставив ребенка дома одного, я просто нарисую одну из реальных картин. Место и время не называю, оставлю только факты. Минск чрезвычайный. Мать ушла в магазин, оставив девочку одну дома и закрыв на ключ снаружи, чтобы никуда не ушла. Девочка взяла спички и спрятавшись, как ей казалось, для безопасности в шкаф, начала их зажигать. Когда приехали пожарные, из окна детской комнаты вырывалось открытое пламя. Малышку нашли под кроватью, обгоревшей. Она спряталась туда от испуга, когда одежда в шкафу загорелась. Вы только представьте себе ужас маленького ребенка, который даже квартиру покинуть не мог. Мать собственноручно отрезала ей путь к спасению. Вспоминайте эту историю каждый раз, когда собираетесь оставить ребенка без присмотра одного. Можно сколь угодно долго доказывать, что за всем не уследишь и всему не научишь. Значит, там, где не научил, нужно четко следить, а где нельзя до конца уследить, нужно четко научить. Запомните золотое правило. Родители, именно вы и никто другой отвечаете за все, что происходит с вашим ребенком. И во всех смыслах дети – это продолжение вас. Они как губка впитывают все ваше поведение, все ваши разговоры, все ваши авось. И только от вашего правильного поведения в полной мере зависит безопасность вашего ребенка. Помните об этом каждое мгновение. Берегите себя и своих детей. С вами был Виталий Димбовский. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова